Привет, мой зритель! Я надеюсь, ты ознакомился с нашим предыдущим видео, где мы в Владивостоке показываем битые автомобили. И среди них также очень много гибридных автомобилей, которые сейчас пользуются трендом. И этот тренд еще и восходящий. То есть все больше и больше производители засовывают гибридные установки в свои машины. И вообще по ввозу, по доверию, конечно же, гибриды располагают к себе водителей в России в том числе. И мы также отмечаем тенденцию, что среди автомобилей уже, наверное, более 50% это идут гибридные автомобили. И в этом видео я расскажу про цены на гибриды до миллиона рублей. То есть самые дешевые гибриды до миллиона. У нас будет самый дорогой автомобиль это за миллион рублей. Если вы хотите купить хороший гибридный автомобиль, то вам нужно это сделать с аукционной Японии. У вас будет честный аукционный лист, у вас будет прозрачная история автомобиля. Вы будете знать все о автомобиле перед покупкой. И также вы не платите продавцу на рынке за то, что он привез битый автомобиль, сделал его, либо скрутил пробег, сделал химию и продает его вам. Поэтому, обратившись к нам, вы получите самую хорошую цену за качественный гибридный автомобиль. Также, кто сделает заказ на гибридный автомобиль, когда вы смотрите это видео, акция уже действует. И до какого момента она будет действовать, я пока не знаю, но если вы видите это видео, то обязательно уточните у менеджера, внизу будут контакты, действует ли это еще акция. Покупай гибридный автомобиль и говоря кодовое слово годовой запас, вы получаете от нас годовой запас масла MOLLE GREEN. Если вы покупаете гибридный автомобиль, где стоит мотор объемистый 2.4, 2АЗ, либо 2АР, это как на Камри, на Краунах, на автобусах, Волфайр, Альфард, то вы получаете еще в нагрузку к этим двум баклажкам еще 2 литра масла. В общем, реально честный годовой запас масла. Масло MOLLE GREEN, сам лью в своего сая, если вы постоянный зритель нашего канала, то вы не раз видели у нас уже вот это масло MOLLE GREEN с внутреннего рынка Японии. Это не является рекламой, мне MOLLE GREEN ничего не платит, не дистрибьютор, который также поставляет в Россию это масло с внутреннего рынка Японии. Я честный пользователь вот этого продукта и скажу вам, что я очень доволен. До того, как я начал лить MOLLE GREEN, я заливал Кастрол, сделал 2 замены Кастрол в сае и у меня чуть-чуть подъедал мотор масла. Мне механики говорили, что у тебя пробег 150 тысяч и это нормально, что у тебя мотор подъедает масло. Но в моем понимании это было не очень нормально, я подумал, а может быть Кастрол какая-то фигня? Купил себе вот такое масло с названием Гибрид 0W20. Мне сказали, оно жидкое, опять же эти механики, оно слишком жидкое, нужно брать вязкость побольше, потому что у тебя большой пробег. Но я проездил 5000, приезжаю на замену, а оно у меня вообще как стоял уровень, так и стоит. И я понял, что с Кастролом что-то не то, да и вообще купить в России какую-то подделку брендовую, Mobil, Shell, Кастрол и прочее, подделку купить очень легко. И даже вроде бы меняя масло на фирменном СТО, Кастрол, я заливаю то, что просто горит в моем моторе. Зачем мне это покупать? И я подумал, если я тот человек, который пользуется зубной пастой, бытовой химией, витаминами, бадами японскими, и вообще фанат японских продуктов и вообще культуры их, почему я в свою машину лью что-то некачественное, европейское, а многие масла уже делают в России и льют вот эти большие бренды. Зачем мне покупать их, когда я могу покупать вот это вот, созданное для японского рынка? И я попробовал залить еще свою вторую машину SX-4, где стоит мотор J20A. Там тоже Кастрол в последнюю замену вообще практически я перед путешествием своим вытаскиваю щуп, а там масло на 4500-4500 тысяч километров вытаскиваю у меня на кончике масла. Кастрол самый дорогой, какой-то H там, ну в общем почти 1000 за литр. И я подумал, блин, какая-то фигня творится. Я залил туда 5W-30, также от MOLLE GREEN, не гибридная серия. Я приезжаю через 5000 километров и у меня также стоит уровень. Хорошая, крутая масла, созданная для внутреннего рынка Японии. Поэтому, ребят, мы хотим, чтобы вы заливали в свои моторы качественное масло. Поэтому, если вы даже не участвуете в нашей акции, просто посмотрите в своем городе. Мало ли, может, вы найдете вот такое масло. Я вам его рекомендую, даже не гибридное. Заливайте в свои моторы, оно не будет гореть. И будете от замены до замены менять, если у вас нету больших проблем с мотором. Сегодня мы посмотрим примерно 22 модели гибридов. Это будут народные машины в разных комплектациях. Попробуем посмотреть. В общем, будет интересно. Поехали. Ребят, сегодня посмотрим 22 автомобиля примерно. Если вас интересует какая-то конкретная модель Honda Fit GP5, и вы не хотите слушать про Toyota, либо вы наоборот хотите Toyota, не хотите слушать про всякие Suzuki, Mazda даже. Есть гибридная, так что посмотрите повнимательнее. Поэтому внизу будут цифры, конкретно минуты, секунды, когда тот либо иной автомобиль я буду разбирать. Поэтому можете тыкнуть и попасть в конкретно интересующую вас машину. Но советую посмотреть все автомобили, немного понять ценообразование вообще за автомобили, и вообще понять, что есть на рынке. В принципе, до миллиона рублей, что можно завести в Россию. Будет интересно. Поехали. Первая машина у нас Suzuki Spacia. Это автомобиль с мотором 660 кубиков. Многие к ней относятся как-то несерьезно, но, не знаю, по мне, хороший вариант до 500 тысяч рублей. Так, Suzuki Spacia MK42 кузов. Так, 15-й год. Я буду смотреть оценки, в том числе и R-ки. Это битые замененные. Всю морду, когда у нее заменили капот, передние крылья, я не буду брать их в расчет, потому что, ну, как бы, серьезная авария. Но замененная пятая дверь, либо задняя дверь пассажира, на ней стоит 2XI, если ее заменили. Ну, почему бы не взять эту машину? Ее испугается очень много людей, на нее не будут ставить. А, в принципе, там открутили болты, повесили новую дверь в цвет и все. Поэтому, почему бы нам не взять? Так, окей, поехали. Нас интересует... Они также есть и водовые, к тому же. Так, смотрим. Типа, как вот такой вот 162 тысячи пробег. Воу-воу-воу-воу. Много. 99 оценка. Что у нее? Ага, видите. Вот, то есть, почему вариант для России? Ну, вполне неплохой для рынка. Поменять капот, крыло и все. Можно выставлять на рынок. Так. Вот такой вот хорошенький автомобиль. R-ка. W2. Спереди. Ладно, не будем брать. Так, а вот такой вот голубой вариант. Для девушки очень даже будет ничего. 15-й год. 15 тысяч оценка. Оценка R. Воу. То есть, у нее W3 на крыше. Заменены все двери. Вот это, конечно, на перевертыш или что. Ну, прям. Но у нее 15 тысяч пробег. И она бы 470 была бы в России. Так, ладно. Посмотрим. Вот, смотрите, варианты. Вот. 66 тысяч. 66 тысяч пробег. 3,5 оценка. В принципе, чистый кузов. Царапина А4. Вот где-то вот здесь вот. Но не суть. Я думаю, полировка уберется. Интересный цвет. Очень. Очень интересный цвет. Белый салон. Такой вот шикарный диван. К сожалению, не WD. Передний привод. Ладно, окей. Сколько ты у нас получилось бы? 500 тысяч йен. 500 тысяч йен. Начинают продаваться эти машины. 495 тысяч. Немало, немало. Но зато модель 15-го года. Так, следующий вариант. Это тоже Suzuki. Это будет Suzuki Solio. Там уже посерьезнее мотор. Стоит 1.2 плюс гибридная установка. Интересно. Так, вот Solio. 15-й год. Кузов. МА36. Так, смотрим. Так. 1.2. Так, вот без оценки стоит. Ju-Gifu, да, битая. Так, сейчас. Так, ну вот. 4WD гибрид. Четверка оценка 73 тысяча. Вот я ее уже смотрел, открывал. Интересно, такая машина. Обычный цвет, серый. В принципе, ну, вообще, вот Solio, да, у нас обзор скоро выйдет. Вообще, хорошая машина. Куча всяких бардачков. Очень интересная в салоне. Очень высокий потолок. То есть, место в салоне караул как много. Вообще, тачка по своей практичности очень интересная. Так, она еще и есть гибридная. То есть, однозначно надо брать, если у вас мало денег. Но стоят они 700 тысяч рублей. Но это четверка оценка. Можно ли дешевле купить? Ну, вот смотрите. Вот такие вот варианты. Вот, да, которые... Ну, вот, да. Такой вот цвет. РК. Я ее тоже смотрел уже. Потому что это интересная машина. Может быть, я ее считал клиенту. Уже не помню на днях. Так, у нее, смотрите. У нее W3 на всей передней части. То есть, скорее всего, у нее меняли весь перед. Но, как бы, если вы не гнушаетесь РК. Пробег 17 тысяч. 546. Ну, нормально. 15-й год. Гибрид 1.2. 15-й год. Ну, в общем, есть из чего выбрать. Если денег хватает, можно взять подороже. Если денег не очень, то вот можно взять где-то в районе 550 тысяч рублей. Следующая машина очень интересная. Это, наверное, самый дешевый минивэн. Даже универсал все-таки я его назову. Самый дешевый универсал. Это Honda Fit Shuttle в кузове GP2. Смотрите, эта машина, ее не обязательно брать проходной. То есть, она очень дешево стоит. Допустим, 12-го года она очень дешево стоит в Японии. Но там с таможней, со всеми всякими сертификатами и прочими. Она выходит, в принципе, в нормальные деньги. Поэтому можно посмотреть 12-й год. То же самое и можно посмотреть филдеров 2009-10-го года в кузове. Еще предыдущем в дорестайле. Также можно посмотреть Алиона в 9-й, 10-й, 8-й год. Они выходят 600 с копейками. Хотя сейчас за проходного Алиона вам нужно выложить 800+. А взять 10-го года, если вы берете себе, и вас не смущает, что у вашей машины будет возраст 8 лет. Но зато маленький пробег. Почему бы не взять ее 9-го года, допустим? Поэтому я посмотрю Honda Fit Shuttle и 12-го года, и 14-й, 15-й год проходные. Посмотрим различия цен. А уже каждый будет выбирать себе. Либо он смотрит конкретно год 12-й, либо проходной хочет посвежее. Так, окей, поехали. Пробег до 100 тысяч. ГП 2. Посмотрим. Так, ну вот, допустим. 27 тысяч пробег. Черный 3,5 оценка. Что у него? А2, А2, А3, 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 Б3. Honda Kansai. Ну там жестко оценивают. Honda Kansai, как на TA. Вот R-ка синего цвета. Заменена пятая дверь. Ну, в общем, за 350 тысяч евро можно взять живого шаттла с маленьким пробегом. Там, посмотрите, вот такой вот симпатяга синего цвета. Черного я бы, конечно, не стал бы брать вот такую бюджетную машину. 650 тысяч рублей. Немало. 650 тысяч. А мы такого сейчас торгуем в 600. Я, честно говоря, не знаю, какие запросы у клиента. Там с ним работает менеджер. Давайте посмотрим. Сейчас, вот тут вот. Смотрите, вот есть R-ки. За 650 вы возьмете маленький пробег. И, в принципе, хорошую оценку. Там 3,5. У нее там может быть грязь в салоне, шерсть животных, запах в салоне в переводе. Химия 5000 рублей. У вас этого всего нет. И вы купили машину с 30 тысячами пробега. Просто кто-то из-за грязи в салоне, кто-то побрезгал этой машиной. А мы взяли и купили очень хороший вариант технический. И вообще по состоянию. Так, смотрите. R-ка. 80 тысяч пробег. Темно-серый цвет. Такой вот интересный. 312 тысячи йен. А4. Ну да, по кузову, конечно, семейные машины. Потому что вот эти. И, конечно, их дети где-то что-то там со своими ведерками подходят. Хотят залезть, не могут. Ну, в общем, я понимаю, откуда все эти отметки. Так, что у нас было заменено? Тоже пятая дверь. Ну, в принципе, А, В, ну, в общем, не... А, ну вот крыло еще правое, да, переднее. Ну, ничего. Можно, можно посмотреть. 49 тысяч пробег. 49 тысяч пробег. 602. Ну, в 600 можно взять. 600 тысяч рублей. Honda Fit Shuttle. Ну, посмотрите. Тут вот таких вот вариантов очень много. Которые в 600 зайдут. Повыбирать можно. Повыбирать. Какие-то будут нюансы по кузову. Где-то замененные части, элементы кузова. Если хотите себе чистого шаттла с пробегом 40, 50 и даже 30. 12 год. Вам нужно 650 тысяч рублей. Давайте посмотрим, сколько они стоят 14-15 года. Если они в 15-м еще делались. Потому что там уже был... Они выделили отдельно Honda Shuttle. И он будет у нас вот здесь в подборке. Ну что, за сколько можно взять? Так, смотрите. Четверочка, да? 14-й год. Скорее всего, не проходной. Уже... Уже не проходной. И пробить мы, наверное, Honda не сможем. Так. Тут же год-то 14-й. Смотрите, год, который вот здесь вот написан. 14-й, 15-й год. Это дата первой регистрации. То есть это не год выпуска. Поэтому эти машины нужно пробивать по дате выпуска. Видите, она уже не проходная. Я сразу вижу то, что она стоит там 400 тысяч йен. Поэтому она сразу не проходная. Вот они где-то. Они вот ближе к 600 тысячам йен. Приближаются вот это. Скорее всего, проходная. 320. 12-0. Пробиваем дату выпуска. Август 13-го года. Тоже не проходная. Сколько же стоит проходной? Неужели 627? Давайте посмотрим. Откроем также 15-й год. Так. Видите, написано 14-й год. А там стоит вообще 13-й. То есть она простояла в салоне. Ее никто не покупал. Ее потом купили. Поставили на учет. Но уже в 14-м году. Вот октябрь 14-го года. И сколько ты у нас зайдешь, родной? Так. 630-й год. Я ориентируюсь также на цену не продан. Кто разбирается в статистике. И чтобы мне там не писали. Вот цена некорректная. Там это не продан. Не продан значит рынок. Вообще в принципе кому кто торгуется на аукционе за данные автомобили. Дает за них в пределах данной суммы. Если продавец хочет миллион йен. Но его товар весь мир оценивает, что он стоит в районе 600 тысяч йен. Его товар не стоит миллион. Цена это то, за сколько дает рынок. 630 не продан. Значит за подобные варианты. Вот 630 красная цена в базарный день. Нормально 670 за... Это что у нас? Это у нас был 14-й год. Октябрь 14-го года. Ну нормально в принципе. Либо вы платите 650 за 12-й год. За хорошее состояние. Прям за маленький пробег. Либо вы платите 670 тысяч рублей за 28 тысяч пробег. За 14-й год. 4,5 оценка. Но надо брать 14-й год. 670. Нормально. Так, давайте тут же посмотрим, не отходя далеко от фитов. Давайте посмотрим Honda Fit GP1. К сожалению, после 1 апреля 2018 года эти машины стали не очень актуальны. для ввоза, потому что подняли утилизационный сбор. А раньше их можно было завести там в 430 тысяч рублей. Можно было себе купить классного фита на гибриде. Но увы, наши законы нещадно эту лазейку для народа подрубили под корень. Так, ну что. 12-й год. Вот такой вот вариантик. РК синий. Так, заменено одно переднее крыло. 101У1А2. Нормальная тачка. Они еще цветные всякие. Желтые, красные. Какие хочешь. Вот прям вот для девчат вообще выбор шикарный. Так, ну что. Сколько ты у нас зайдешь? 578. На 140 тысяч дороже стали. 578. Ну, если поискать пробег 150, там можно выкружить их где-то в 530-520. Но я бы не стал бы покупать бы. Я лучше бы взял бы себе ГК-1. Ой, ГК-3. Это уже третье поколение. Следующий кузов 1.3. На вариаторе нет. Нету гибридной установки. Но зато у меня машина свежее. И у меня идет следующее поколение. Да, ГК-1 стоит денег. Проходных их уже нету. Потому что в 2013 году вышло следующее поколение. Третье. Вот. Поэтому их нету проходных. Так, идем дальше. Машина, которую я назову номер один из Японии в плане гибрида. Это Тойота Аква. Это просто горячий пирожок. Просто покупают. Мы сегодня записываем видео. На дворе 12-15-12-2018 год. Мы сегодня купили одну Акву. Вот. Наверное, каждый день, каждые два дня мы покупаем какую-то Акву. То есть это машина, по которой звонят каждый день. Так, ну что, посмотрим. В Аквах, конечно, сейчас мы подзаруемся. Минут 10 посмотрим. Потому что их очень много. Их очень много. Они всякие разные. С, Л. Так, давайте сразу же зажмем. Так, 100 тысяч пробег за последний месяц. Смотрим. Сегодня мы взяли Акву за четверку оценку. 70 тысяч пробег за 550 тысяч иен. Она выйдет где-то там 630-640 тысяч рублей. Вот. Но Аквы вообще начинаются. Сейчас мы посмотрим, от сколько они начинаются. У Акв есть в самых низких комплектациях. В Эльке у них есть запуск с ключа обычного. И у них задние двери на веслах. Поэтому будьте внимательны. Если вы торгуете самые дешевые Аквы где-то в других компаниях. То обязательно уточняйте у менеджера. А вообще, ну, он пробил, посмотрел. А эта Аква какая? У нее запуск кнопки. У нее весла сзади. Либо у нее кнопочки. Потому что купите себе Акву на веслах. Будете потом продавать ее долго. Так. Ну что. Сколько у нас будут стоить Аквы? 14-й год. Вот такая вот синяя Аква. Эска. Скорее всего, не проходная. Давайте ее быстренько посмотрим. У нее январь месяц. То есть ее, в принципе, уже нельзя торговать. Уже у нее январь регистрация. Она вообще, наверное, 13-го года. Январь 14-го года. Но мы не успеем ее завести на дворе 15 декабря. Впереди январьские праздники. А машина должна зайти. Вот смотрите. У нее дата выпуска январь 14-го года. Она должна зайти до 15-го января. То есть по 15-е число каждого месяца. Ну, смотря какой месяц дата производства. Машина проходная. 16-го января. Эта Аква не проходная. Из-за нее вообще просто пошли на X2. Поэтому мы не берем этот вариант в расчет. Мы идем дальше. Ну, вот 450 тысячи йен. Вот такая вот красная ядовитая Аква. По-моему, тоже очень прикольный цвет. Я бы себе брал бы. Если бы любил бы цветные машины. Тем более маленькая пипетка. Почему бы не взять вообще какое-то... Очень такой выделяющийся на дороге. Так. Она проходная. Видите, у нее 26-11 дата. Посмотрите внимательно в аукционе. В левую часть. Так, 635-19-47. Ноябрь 2014 года. Хорошая машина. У нее B4. У нее вот здесь вот где-то вмятины. Там какие-то... А, вон есть. Да, бордюр чуть ударилась. А3, B4 на бампере. Но у нас, честно говоря, и такие берут. То есть люди хотят пробег. Не больше сотни. Они бывают даже... Не гнушаются какими-то... Кузовными замечаниями. 584 тысячи. Хорошая цена. Так. Ну ладно. Давайте я вам найду целую. Скорее всего здесь очень много АКФ. Так. Вот. Давайте посмотрим. Вот. Видите? Она на веслах. Смотрите. Вот она весло. Но сам факт. Вы получаете. 1 НЗ плюс гибридная установка. Даже на веслах вы получаете этот чертов гибрид, который будет экономить Бенц. Октябрь 2014 года и данный автомобиль бы вышел... 450 тысячи иен они стоят примерно... 583. В общем, самый старт за Аквы на веслах это будет 580 тысяч рублей. Можно посмотреть еще ниже, но там будут замечания по кузову, где-то притертости. Ну, в общем, не самые свежие варианты. Эта комплектация L это самая низкая. В ней также есть запуск кнопки. Есть задние двери на кнопочках, но также есть и весла. Будьте внимательны, делайте переводы, просите менеджеров, чтобы они вам давали полный перевод и уточняли насчет ключа, насчет весел. Давайте следующую комплектацию посмотрим. Это ESCO. Вот, посмотрите, как вам такой вот разрисованный вариант. По-моему, очень прикольно. Можно посмотреть. 82 тысячи пробег. 82 тысячи пробег. Такая вот у нее. Посмотрите, у нее панель какая сделана. Ну, конечно, колхоз, но прикольно на самом деле. Я бы, наверное, взял бы такую ESCO. Так, окей, давайте посмотрим, что у нее. Так, А2. Ну, чистенькая, чистенькая. Нормально, хорошая. Хорошая Аква. Сколько ты бы стоила? А, да, она также в 600 тысяч рублей бы и вышла бы. Да, 580. Ну, видите, она разрисованная. То есть, это на любителя. Вот, поэтому сейчас мы еще глянем. Так, вот ESCO. 446 тройка оценка. Да, нормальная вроде. Сейчас посмотрим. B4. Ну, да, есть у нее. Ну, вот. Вот, видите, внизу вот возле двери. Ладно, давайте получше посмотрим ESCO. Вот, 470, а, это опять она же, разрисованная. Так, вот еще ESCO. 82003,5. Оценка темно-бордовый. Очень интересный цвет. Вот Альфы очень симпатичные. Так, у нее заменен весь перед. Ну, давайте просто для сравнения. 600 тысяч рублей. Вот за такую Аку. Но у нее заменен весь перед. Кого-то это не смущает. Вот, четверка оценка. А, это все красное. Так, вот, четверка оценка 73 тысячи пробег ESCO. Такая вот хорошая. W2 спереди тоже ее делали. Но замененных деталей не отмечено. Они продаются, грубо говоря, 480 тысяч иен. Чуть-чуть за 600 скакнет. 601, ну, 600 тысяч рублей. В общем, ESCO начинаются от 600 тысяч рублей. Вот, смотрите, четверка оценка ESCO, 14 год. До рестайлинг, соответственно, еще пока. Мы посмотрим рестайловые также. 607. В общем, ESCO начинается от 600. Окей, идем дальше. Давайте найдем G-комплектацию. Не такую G-комплектацию. У G-комплектации идет другой салон. У нее идут еще там бонусы. Кожаный руль. 12 тысяч пробег G. Серый цвет. R-ка. Тоже заменены переднее. Переднее крыло. Левая дверь пассажира. 660. А вот, посмотрите, у нас продалась такая вот G-ка хорошая. Ага, хорошая, с подмятой дверью. Так, ну, прям G, наверное, не взять до 700 тысяч рублей. Ну вот, вот такая вот. Ну вот, она зайдет где-то в 670. Голубая вот такая. Так, вот еще G-блэ красная. 530. Давайте еще что-нибудь поинтереснее посмотрим. Ну-ка, ну вот, темно-серая Aqua. 93 тысячи пробег, 3,5 оценка. В принципе, чистая по кузову. А1, А2, А3 на бампере. Там где-то там снизу. Вот видите, у нее коричневый салон. У нее кожаный руль. У нее еще есть какие-то технические штуки. Там чего-то подогрев. К сожалению, вот забыл. По этим аквам 635. Хорошая цена. Вот такая вот. Тоже очень хорошая. Aqua G. G-блэк софт. А, у нее кожаный салон. Она на кожаном салоне. Да, у нас такая аква была в обзоре, где три штучки приходила. Кожа, честно говоря, так себе у нее. Но, если есть желание, можем взять. У нее заменена крыша. И вообще, она такой салат была. Посмотрим цену. Все равно, где 662. Кожаная Aqua. А что, привез. Грубо говоря, на рынок привез. Полирнул. Химию сделал. Аукционник подрисовал. Ну, за 750 они и стоят кожаные. Так, вот, Gillette. Это на черной фаре. Вот сразу, вот она симпатяга. Вот такая вот. Такая вот. Gillette Smart N3. 655. Можно взять уже вот такие вот. Вот тоже кожаная. Да, 12 тысяч пробег. В общем, акв реально очень много. Поэтому вы можете играться с состоянием, играться с пробегом. Можете себе взять вот такую кожаную на черной фаре. Очень хорошую. У нее замена пятая дверь. У нее W2. На правом боку у нее какие-то замечания по бамперу. Но она будет кожаная. Она будет на черной фаре. Вот. Она будет на дисках, а не на штамповках. В общем, очень интересный вариант. И она бы всего вышла бы каких-то 650 тысяч рублей. В ваквах очень большой выбор. Каждый день можно ставить прям по 10 штук. Который вам подходит по цвету, по состоянию. В общем, реально это маленький Prius, который сейчас номер один в гибридах. Поэтому всем рекомендую обратить внимание на данный автомобиль. До апреля 2018 года эти машины выходили по 600. Наврал 430-450 тысяч рублей. 12 года. 13 года. Но сейчас они стоят. Вот как видите, от 600. В принципе, нормальная машина от 600 тысяч рублей. Раньше на 150 тысяч дешевле можно было покупать эти Акву. Окей, давайте посмотрим Акву Джесс. Это то есть вот такие вот красотки. Я думаю, вы их видели на дроме. Сейчас, можно ли дешевле взять ее, чем 720 тысяч иен. Сейчас, секундочку пробегусь. Для вас хочу. Ну, нет. В общем, они где-то начинаются. Так, в общем, смотрите. Вот такие вот они, грубо говоря, стартуют. Что у нас есть? У нас есть. В комплектации у нас идут колеса. Так, это как и GS комплектация на 30-х Prius. У нас идет бампер. У нас идет фара черная. У нас идут колеса. У нас идет вот такие вот клыки тоже с диодами. Бампер у нас идет по салону. У нас идет другой салон. Другой пластик. Вставки другая ручка селектора. Другие сиденья. Другой руль кожаный. В общем, реально очень интересные машины. Также задний бампер. Другие стопы. Так, спойлер идет в обычных аквах или нет? Я что-то пропустил вот этот момент. Да, спойлер идет даже в обычных аквах. В общем, интересная тачка. Кожаные вставки. Алькантара, да, посередине. Да, Алькантара. В общем, очень интересно. Садам от 750 тысяч иен. Это и 750 тысяч иен, 750 тысяч рублей. Все просто. Как вам машина вообще? Напишите. Красивая нет. Стоит ли брать? Я думаю, стоит. Если есть лишняя сотня рублей, 650 прибавляем сотню. Покупаем себе очень красивую Акву GS, которая будет выделяться на дроме, когда вы будете продавать автомобиль после того, как вы насладитесь владением этим гибридом. Не зря все-таки номер один. Вот прям хорошая тачка. Так, окей. Давайте посмотрим прямого конкурента этой Акви. Honda Fit GP5. Мне так нравится. Серьезно, мне нравятся вот эти машины всей душой. Поэтому я могу долго рассуждать, что купить. Как? За сколько денег? РК 3.5. 14-15 год. Давайте даже посмотрим 15-й, чтобы опять не ковыряться вне проходных. До сотни пробег. Сколько бы ни стоил доллар, эти фиты всегда стоят в районе 650 тысяч рублей. Вот смотрите, 85 тысяч пробег. Вот такой вот желтый фит. Я бы, наверное, тоже бы брал бы такого желтый фит. На него поставить черные колеса. Вообще прям, ну, интересно, реально машина. Самый пустой. Да? Да. Пустоватый фит. F-комплектация. На тендерном аукционе продается. 630 тысяч. Это 15-й год, прошу заметить. Если вы хотите себе какого-то белого фита, вот такого тоже пустого. А вот L-Package. Вот. Давайте посмотрим вот этого. 15-й год. Комплектация у него хорошая. У него, смотрите, кожаные вставки. У него полный мультируль. У него, в общем, ну, полная комплектация. Он стоит 15-й год. Так, а что у него с аукциоником? У него замена бочина левая. Давайте глянем. У него зато полная комплектация. 695. Но можно купить пустого фита в хорошем состоянии за 650 тысяч рублей. Если все-таки вы хотите 14-й год, давайте глянем. Может быть, там можно даже найти где-то в 620-630 тысяч. Сейчас посмотрим. 50 тысяч пробег. Так, 15-й год. 595. Нормально. А что у него? Ой, W2. Конечно, да, он деланный в круг, но у него 50 тысяч пробег. Нет, не будем брать. Так, давайте выберем какого-нибудь целого. Хочу целого. Так, F-Package. Пустой. Фитс. Тоже в круг деланный. Ну, в общем, смотрите. За фит GP5. За какие-то нюансы. За ремонтированные детали. Ну, в Японии, да, соответственно, сделан этот ремонт. Самый старт за 600 тысяч рублей. Вот А2, Б4, А3. Отсюда, конечно же, не очень хорошо видно. В принципе, может быть, не особо криминал. Ну, вот крыло там, да. Дверь. Да, нормально придется делать. Вот. Синий фит. В общем, самый старт. 600 тысяч рублей. Хороший фит, но пустой. Где-то 640-650. Если вы хотите эльку, у которой кожаные вставки, ну, в общем, за фит, который не стыдно вообще ездить, 700 тысяч рублей. Если вы хотите пробег где-то 20, 30, 40 тысяч, вы хотите, пусть даже не полную комплектацию, то есть это к 700. Если вы хотите фит эльку, полную комплектацию, с маленьким пробегом 750. Такие цены. Очень интересная машина. У нас много обзоров. Внизу будут ссылки на обзоры на GP5, на GP6. Это такой же фит, только в ВД. Сейчас мы его посчитаем. Так, фит GP6. ВДовый. До 100 тысяч пробег. Очень интересная машина. Это, наверное, самый бюджетный, гибридный, полноприводной автомобиль. С честной гибридной установкой. Все-таки, где 660, вот эти Suzuki Spice, Suzuki Spolio, там, как бы, это как в сиренах. То есть они, по факту, они все равно не настоящие гибриды. Просто на электротяге там нельзя ехать. Но, сам факт, это гибридная система. Но она не такая, как в Prius'е и как в Akvi. Тоже пустой фит, черный, четверка оценка, 99 тысяч пробег. Вот где-то он у нас, Джу Хоккайдо. Там снежочек, да, видно, выпал. А у нас в Владивостоке нету снега. Да, он такой пустоватый фит. И самый старт цен 729 тысяч рублей. Ну, нормально. А он вообще проходной у нас нет? Давайте проверим. Май 15-го года. Ну, в принципе, хороший вариант. Пробег 100, 725 тысяч рублей. Нормально. Самый старт. А где у нас фит? ГП5 725 тысяч. Ой, надо торопиться. Сузуки Хастлер, следующий. Сузуки Хастлер в кузове MR41S. Вот он у нас, красавчик. 15-го года, посмотрим. Так. Симпатяга. Ну, он тоже кроссовер, да, можно назвать. Вообще, очень интересная, кстати, машина. Она в салоне мне напоминает Toyota FG Cruiser. Сейчас, если будут фотки. Да, будут фотки. Сузуки. Блин, молодцы. Все-таки тачки делают нормальные Сузуки. Вот я вот сам на SX езжу. У меня вторая машина для всяких там морей. Для там на сноуборде покататься. Реально хорошие машины. Так, 142. 719. 15-й год. Ну, ладно, ты проходной. Сейчас Сузуки он, да, не пробьет, наверное. Сейчас. Ну-ка, вот так вот. Да, Сузуки не идет. Ну, ладно, окей. 15-й год, 588 тысяч за Сузуки Хастлер. Гибридный. Тоже, следующая интересная машина. Это Honda Freed GP3 кузов. Это, наверное, такой большой, все-таки, большой минивэн. Маленький микроавтобус, я его назову. Ладно, давайте сначала здесь глянем, потому что в статистике они раскиданы. Так, давайте посмотрим 2012 года. У нас нету цен продаж, потому что они все торговались на ESR. Так, сейчас я вам найду, сейчас я вам найду этих интересных машин. Не найду. Да, видите, нету цен, потому что они торгуются на ESR, а ESR сейчас прячет от всяких сайтов, которые у них воруют статистику цены. Поэтому вот такой автомобиль можно привезти. Я просто знаю на них цены. Вот такие вот машины с оценками, там 4, 3, 5, R, с пробегом там 70-60 тысяч. Можно привезти где-то 2012 года. 2012 года они начинаются от 670 где-то и в гору. Где-то 670-740 они вот так вот стоят. А это 2012 года. Давайте посмотрим, может быть, есть 2014 года. Нету тоже. Окей, 2015 года вот такие вот машины стоят. Самый старт от 790. И стоят они там до бесконечности. Ну, в общем, адекватные цены где-то 800, 820, 830. Вот за Honda Free 2014 года. Если вас не смущает 2012 год, купите себе 2012 года за 700 тысяч рублей. Вот такая машина очень интересная. У нее полторашечный мотор. Лэп, маркировка его идет. Гибридная установка. В общем, интересная машина. Очень трансформируется внутри по салону. Можете посмотреть на дроби, можете посмотреть обзоры. У нас был Фрид, к сожалению. Мы потеряли материал обзора, поэтому у нас нет видео. Посмотрите, может быть, сходите на рынок, посмотрите, как он выглядит. И можете заказать у нас его из Японии. Так, окей, следующая машина идет Suzuki Ignis. Да, очень интересный автомобиль. Тоже от Suzuki. Блин, вообще молодцы. Вот вроде их считают несерьезной какой-то маленькой компанией, но они делают очень интересные машины. Так, нас интересует вот этот кузов. 15-й год. Они начались с 16-го года. Они не проходные. Они сейчас по месяцам, да, будут проходные. Так, они идут в одном кузове как 4WD, так и не 4WD. Так, ну что, можно, в принципе, переднеприводных Ignis покупать. А, скорее всего, вы не знаете, что это за машина. Это вот такой вот кроссовер. Кроссовер от Suzuki с мотором, который идет в солью. 1,2, 91 сила. Плюс еще гибридной установкой, плюс еще есть 4WD. Давайте посмотрим. Так, это передний привод 56 тысяч пробег. Так, он у него, ну, в принципе, там что-то один. В общем, так вот в салоне выглядит. В общем, интересная машина. За передний привод цена 653. Так, таможня. Таможня. Видите, он не проходной. Он младше 3-х лет, и поэтому таможню не уберется от стоимости. Допустим, сколько он там стоит? 4 тысячи долларов. Объем 1,2, 91 сила, меньше 3-х лет. Физическое лицо. 230, да, на него пошлина по 2,5 евро. Можем дать цену на 30 тысяч рублей дешевле. Вот на 16-й год именно на непроходной. То есть он получает 653, даем 620. Кто что-то понимает, вот авто младше 3-х лет, тот понял, да, о чем я говорю. Не буду в прямом эфире говорить. Можем дать цену на 30 тысяч йен, на 30 тысяч рублей дешевле. 620 самый старт за переднеприводного Игниса. Давайте найдем водового Игниса. Вот, 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 вот. Ой, самый старт заводы, да, вот такой, смотрите, вообще. Вот прям они круто делают стиль, прям с завода. Такой красный кузов, черные элементы, немножко хрома, немножечко хрома и черные колеса. Ой, молодцы, 31 тысяча пробег. Сколько же ты у нас стоишь, малыш? 746 минус 30 тысяч, 715. 715 за выдового Игниса. Вот за такого красавчика. Так, идем дальше. Toyota Corolla Axio в кузове NKE-165. Очень интересная машина. Axio подороже, чем филдеры. То есть у них идет одна база, 1NZ, гибридная установка, передний привод. Ну что, в общем, самый старт где-то, да, вот, наверное, вот они идут. Так, RK, 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 RK. Задний бампер у него там делали на крыле W2. Там что-нибудь, может, легонечко притерся. Так, давайте его пробьем, 14-й год, потому что можно купить второй месяц, 2-й февраль месяц. Если он январьский, то цена не актуальна будет. Февраль, 14-го, но успеем, успеем. Вот если вот, ну, купим в декабре, до февраля завезем. Так, самый старт за Axio 762 тысячи рублей. Ну, хорошая цена, 762, ой, набрал 672 тысячи, хорошая цена, прям хорошая. Вот они, да, и пошли там от 6-ти стаи в гору. Ну, в общем, 672 за 700 тысяч рублей вообще купите вот такую четверку какую-нибудь. Правда, немного голубой цвет, ну ладно, вот такую вот возьмите. Тоже голубой цвет, да, что такое? 680, да, опять голубой цвет. Вот, вот такую, 57 тысяч пробег, белая, 14-й год. Еще и последняя декада 18-го года, 739 тысяч за вот такой вот белый вариант. В ком-то попроще цвете можно взять и оценку R-ку, 3,5, можно взять, вот как я сказал, там 670 в город. Типа за 700 можно взять вообще хорошую машину. Так, окей, идем дальше. У нас Honda CRZ тоже очень интересная машина. У меня друзья привозили один раз и что-то мы так этих CRZ-ов, что-то они у нас так и не пошли. Ну, все-таки там сзади вообще сидеть невозможно. Тоже их надо посмотреть. Они их прекратили выпуск. Так, ZF, 12-й год, они у нас зайдут непроходными. Так, ну вот, 403 тысячи, полтора литра, рестайлинг на коробке, гибрид. Так, подождите, 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 ZF-2 у нас точно гибрид, потому что возможно ZF-1 сейчас, чтобы вот не обмануть своих зрителей, сейчас быстренько проверим. В общем, вы тоже можете сюда заходить и посмотреть по кузовам, вообще, что бывает CRZ. Так, вот он, 12-й, 15-й год. ZF-2, да, она гибридная, даже вариатор. Да, она на механике, на гибриде. Блин, что делает Honda вообще? Они просто красавчики. Я, я на аккорде понял, что они молодцы. Honda Fit мне каждый раз говорит про то, что это вообще какие-то, я не знаю, они волшебники. Они делают тачки, которые валят, делают на механике. Просто, молодцы, 725 тысяч. 725, но это на механике, да, на шисисту, пай. Блин, пацаны, вот именно, ребята, обратите внимание, что есть механика, есть гибрид. Если берет девочку, вот можно взять вот такую вот черную малышку на вариаторе. Даже не черная, она какая-то такая бордовая, вообще со спойлером. Ой-ой-ой, вы посмотрите, какая красотка. Вообще прям. Реально очень интересная тачка, которая валит. 770. 770 за автоматную. 707 за автоматную. Пробег днёс 2003, 5 оценка. Окей, идем дальше. Toyota Corolla Fielder. А гибридная. Самый старт. Вот такой вот голубой филдер. B4. Не то пальто. Битая бочина нас не интересует. Так, ну вот, смотрите. Четверка оценка. G. 15-й год. Нормальный. Нормальный вариант. Правда, цвет, конечно. Голубоватый. Но на самом деле, вот реально вживую, это очень красивый цвет, поэтому вы там особо не говорите, что это какие-то... Машина не того цвета, не для пацанов. 720. Нормально. 720. Так, а это рестайловый? Нет, это ещё до рестайлинга. Так, ну вот, если вот ещё среди эрок... Так, смотрите, этот вообще на чёрной фаре, это Аэро Тауэр. Смотрите, 99 оценка. Так, дружочек, а что с тобой произошло? Скорее всего, ты утопленный был. Ты был утоплен. Но он заехал сам. Он заехал сам. В гараж. А, вот у него чё. Нет, он не утоплен. Вот он подбит. Ну, у них цены. Караул вообще. За эти филдеры. Поэтому я бы даже брал бы такого. Сделал бы его за 20 тысяч рублей. Ну, фара, может ещё десятка там. 700. 700 тысяч рублей за Аэро Тауэр. Это очень дёшево. Так, ну, в общем, они начинаются от 720. Вот, смотрите, вот беленький. Вот беленький Аэро Тауэр. У них также ещё есть комплектация VXB. У нас есть обзор. Не поленитесь, пройдите ниже. Там будет обзор на филдер VXB. У него пробег 178 тысяч километров. И у него живая батарея. Вообще живая тачка. Это для тех, кто боится пробега больше сотни. Я сам себе брал своего сайя с пробегом 145. Итак, этот Аэро Тауэр вышел бы 744 тысячи. Вот такой красавчик на чёрной фаре с другим салоном. У них салон очень такой копшеобразный сиденье. Другая панель идёт. У них кожаный руль. Чёрная фара, обвес. В общем, очень интересная машина. Давайте посмотрим комплектацию VXB. Вот она, да, уже начинается. Но этот, конечно, подбитый. Так, давайте, давайте глянем. VXB. Вот G-Aero Tower. Вот беленький RK23 пробег. Так, куда ты был битый? Вбитая морда. Но не суть. Давайте глянем. Если очень хочется VXB, я как бы даже взял бы битую морду. 780. Ага, набрал, набрал, набрал. 760. Ну, нормально. Так, давайте ещё глянем. Aero Tower. Ну, в общем, где-то вот они стоят. Где-то стоят вот где-то до 800 тысяч. Вот они VXB. Беленький вообще хороший. 836. Но этот уже за 800 скакнёт. 815. Вот такой вот красавчик. 23 тысячи пробег. РК оценка. У него тоже медленная морда. Но у него 23 тысячи пробег. Но вроде бы сделан хорошо. Нужно читать перевод. Потому что в переводе также пишут. Искривлена передняя несущая панель. Там следы ремонта. Там, если вот этого всего нету. В принципе, нормальная машина. В общем, за филдеры цены от 720 тысяч рублей. Так, идём дальше. Nissan Sirena HC 26. Мы также посмотрим от 2012 года. Sirena. Так, что у Sirena? Она, честно говоря, не очень настоящий гибрид. У неё просто стоит аккумулятор свинцово-кислотный. Который немножко подкручивает колёса на низах. Который придаёт ей систему старт-стоп. Который помогает запускаться в мороз. В общем, это такой зачаток-зачаток гибрида. Можно ли назвать её гибридной машиной? Да, можно. Но это не настоящий гибрид, на котором машина не может просто ехать на электротяге. Такие вот тонкости. Кто себе присматривает сирену, обязательно изучите вопрос, если она вам нужна. У нас будет обзор. Поэтому подпишитесь на канал. Посмотрим эту сирену поподробнее. Так, давайте посмотрим 2012 года. Эту машину. Кузов HC-26. HC-26. Вот такая вот белая сирена. Так, что у нас? Ой-ой-ой-ой. Вся она что-то в отметках. А4 там. Да, такой не свежий вариант. Ну, давайте вот эту. Посмотрим. Тёмно-серую. Это даже какая-то серо-голубая. Серо-синяя. Так, она тоже вся деланная. Ой, давайте за 534 вот это посмотрим. Четвёрка оценка. В автобусах, кстати, очень много всегда повреждений. Прям очень много. 911. Блин, немало. 12-го года не актуально брать. Давайте 14-15 посмотрим. Видите, у меня ещё пробег стоит до 100 тысяч. Если смотреть там пробег 150, можно, конечно, ниже купить. Так, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, вот 55 тысяч пробег. Так, сирена голубого цвета, рестайловая, помятая. Нет, нам не нужна помятая. Дайте нам хорошую. Так, ну вот, 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 вот уже что-то. 50 тысяч пробег. Вся в круг W2. Не то. 890. Очень много комплектаций, поэтому тут даже нельзя выделить что-то. нужно брать, вот, у нас была с доводчиками, с сонарами. А, это ещё и на кожаном салоне. Ух ты, какая хорошая. В общем, многообразие. Миллион шестьдесят четыре. Ну, это вы. В общем, ребят, вот где-то вот здесь вот. Вот, смотри, 95 тысяч пробег 620. Скорее всего, она не проходная. Сейчас мы её пробьём. Если вас не смущают какие-то замечания по кузову. Вот, а, ну, в принципе, А1, А2 нормальная, нормальная машина. Посмотрите, вот такая вот пустоватая сирена. Возможно, у неё, да, у неё нету сонар, у неё много чего нету. Она зайдёт в 900 тысяч рублей за сирену. 900 тысяч рублей. Немало. Да, немало. Но до миллиона. Так, ну что? Машина номер три. Тойота Приус. Всё-таки Альфа отбирает у Приуса 30-го его популярность. Потому что реально практичнее, конечно же, Приус кузове Универсал. Так, последний месяц пробег до сотни. Машина очень много торгуется, как АКФ. Но цены сейчас не радуют. К тому, что вот такой вот красный Приус. Цветные подешевле, как всегда. Четырнадцатый год, мотор 2ЗР, 99 лошадей. Август 14-го года, 858. Немало. Можно поковыряться вот в этих Р-ках. Можно найти себе, конечно, вариант с каким-нибудь... Вот, заменённая пятая дверь, но у неё B3, B3. Ну, в общем, есть кузовные замечания. С кузовными замечаниями Приус сейчас стоит 800. Которые видно, которые вообще по-хорошему надо делать. Эта комплектация будет L. Вот тут даже S указано. Там пробеги даже можно маленькие. Там в районе 20-30 тысяч купить. Если вы хотите чистый кузов, то это будет пробег ближе к сотне. И оценка четвёрка. Вам ничего не надо будет делать, но цены 850. Если вы хотите маленький пробег. S-ку комплектацию. Ну, вообще, то есть привёз. И всё. Катаешься. С маленьким пробегом. 900 тысяч рублей. Давайте посмотрим, сколько стоит Приус в комплектации GS. У нас, кстати, также будет обзор на S-Touring. Вот такая тачка вышла. 870-860. Очень интересная. На калах. Так, ну что, Приус GS. 904 тысячи йен. И сколько-то у нас бы вышло бы в России. Такая вот аппаратура. Лимон. Ну, это GS, ребят. Это ещё и самый дешёвый GS. Скорее всего. Целый. С пробегом до сотни. G-Touring Selection. Видите, у него колёса 17-ые стоят. Такая машина поинтереснее. Кожаный руль. Полный. С управлением музыкой. Я бы брал бы, наверное, бы такого. G-Touring Selection. 900 тысяч рублей. 88 тысяч пробег. Такой вот чёрный симпатяга. Ребят, следующий автомобиль это Honda Shuttle. Это, получается, они в пятнадцатом году отдельно выделили от фита шаттла и сделали его отдельной моделью. Я думаю, это не зря, потому что вообще минивены, вот эти практичные авто, они набирают тренд. И Honda также следит за трендами и следует за ними. Так, вот здесь вот я вот смотрел уже одного шаттла. У него заменённая морда. Но если вы не гнушаетесь подобными вариантами, что у него заменённая морда, эта машина выведет вам 730 тысяч всего. Это очень недорого. Вообще за гибридный вот такой вот минивэн пятнадцатого года, который очень красивый внешне, внутри. Супер, по-моему, цена. Да, но есть нюанс, да, он после ДТП. Так, а вот целенький. Четвёрка оценка, восемьсот на тысяча пробег. Вообще дизайн, вообще, блин, супер. Мне вообще очень нравится. Джойстик, печка. Печка сенсорная, которая работает вот прям вот как надо. Пустой руль. Восемьсот тысяч. Ну, недорого, всё равно недорого. Как бы, я, честно говоря, думал, цена будет подороже. Вообще, обратите внимание на эту машину. Мы вроде сейчас, если я не ошибаюсь, у какого-то менеджера есть депозит на данный автомобиль. И они пытаются его купить. Вот как только купим, мы обязательно вам сделаем взор, покажем ещё, что это за машина. Посмотрите, багажник, какой вместительный тут. А если у него семь мест, интересно. В общем, интересная машина. Так, что у нас тут? Это R-ка. Заменена задняя дверь. Да я бы брал бы вообще. Вообще бы не думая, брал бы. Сколько он бы вышел? 766. Вот такой вот красавчик белый. На... Вы посмотрите, у него кожаные вставки. Алькантара посередине сиденья. Кнопка запуска. Кожаный руль. У него круиз-контроль. Полный мультируль. Магнитола. Вообще. Ну, вот. Как бы, не знаю, по зазорам не могу определить. Либо это с завода. Ну, в общем, заменённая пятая дверь. Ну, вот. Что-то ещё на стыке бампера. Что-то там вот какие-то нестыковочки. Ну, в общем, ну ладно. Десятка. Там эти все зазоры выправят. Ну, там. Цена хорошая. 760 тысяч рублей. Вот за вот такого красавчика. Ещё и годовой запас масла. Блин, вообще надо брать. Надо брать. Так, ребят, окей. Идём дальше. Следующая тачка у нас будет. Это Toyota Prius Alpha. Машина номер три. Первая это Aqua. Вторая это Honda Fit GP5. Третья это Alpha. Если бы она стоила тысяч на сто дешевле, хотя бы. Она была бы на втором месте. Конечно, тренд, как пошёл на Alpha, они стали популярными. Цены подросли. То есть, я помню, когда их можно было завести за 780 проходные. Вот. Сейчас, к сожалению, не так. Они стоят денег. Сейчас караул. Но ничего, у нас люди. Вот у нас... Вот сейчас, по-моему, на таможне по одна или две Alpha. Так, окей. Давайте посмотрим, что у нас тут. Чёрная Alpha S-Tune Black комплектация. Кстати, очень-очень такая неплохая. У нас есть сейчас на монтаже такая Alpha. Есть ещё и 7-местная такая Alpha. И обзор у нас уже есть на S-Tune Black. В общем, интересная машина. Выходит в 867 тысяч рублей. В общем, самый старт. Да, реально, ещё 850 за живу. Если... Давайте я вам покажу, сколько будет стоить, если взять пробег. Давайте пробег посмотрим от 120. В принципе, у меня был Prius 130 с честным пробегом 125. Я его сам себе привозил. Проблем там особых не было вообще. Такая вот Alpha 14 года 3,5. У меня у самого сайз 145 тысяч пробег. Аааа, 865 цены вообще не падают. Ну, в общем, 850. Вот самый вообще край. И вы посмотрите, если вы видите на рынке альфу за 820, за 800, имейте в виду, что эта тачка, с ней какие-то нюансы. Таких цен просто нет. Их просто нету 800 тысяч, чтобы она здесь уже продавалась. Я не знаю. Даром вам никто её не отдаст. Она даже ниже себестоимости. Вон, даже за 200. Пробег за 200 не продается в такие деньги за 800. 850 за альфу. Самый минимум. Так, окей, идём дальше. Daihatsu Mebius. Я уверен, вы вообще даже не знали вообще, что это за машина. Что он нам сейчас покажет? Сейчас я вам покажу. Это Prius Alpha, только от Daihatsu. Всё то же самое. Все те же самые агрегаты. Та же самая установка. Всё то же самое. Но это Daihatsu. Их очень мало. Вот, 886. И они стоят. Это вот рестайлово. Вот, я её смотрю. 15-го года рестайлинг можно привезти за 993. Да, она заходит. 993 тысячи рестайловая Daihatsu Mebius. Он же Toyota Prius Alpha. Потому что рестайловую альфу привезти... Ну, прям... В хорошем состоянии, я вам могу сказать. Вы её не привезёте. Давайте посмотрим. Я вам не показал рестайловую альфу. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. А, нового триста. Не, можно, можно взять. Но такие, не первой свежести, конечно. Ну, вот, четвёрка оценка. Рестайл? Да, рестайл. 110 тысяч пробег. Зайдёт где-то в 900... 990 тысяч. Ну, нормально. Вот такая вот четвёрочка S. Нормально. Нормально. Так, а ещё они есть в комплектации GS. И они стоят кучу денег. Я первый раз вообще увидел в Японии. Я вообще их не видел на аукционе. Даже не знал, что они бывают такие. Но, оказывается, они есть GS. И они стоят столько денег. Они выходят, по-моему, полтора миллиона рублей. Та-да-да-да. Ну, вот такая вот красотка. Посмотрите, вообще прям. Вот ещё одна, 2 миллиона йен. Чёрная. Ой, хорошая. Ой, хорошая. Сколько ты стоишь? Estouring Selection. Это чё? Это обычная. Ну, посмотрите. Вот такая вот красотка. 45 тысяч пробег. Какие-то минимальные вообще. Отметочки по кузову. Очень интересная машина. Но стоит она. Миллион шестьсот шестьдесят. От караул. Караул. Так, ладно, окей, идём дальше. Prius PHV. Prius PHV. Увеличенная батарея до 40 километров. Можно прокатиться просто на электротяге. 780 тысяч йен. 14-й год. Так. Оценка 3,5. Что у нас с аукциоником? Ну, такая, как бы, конечно, есть замечание. Зато она на семнадцатых дисках. 930 тысяч. 930. Это и то самый-самый старт. Но тут вот есть вот такие вот варианты, которые вам не нужны. СК, РК. С-комплектация, РК оценка. Ну, тоже, кстати, что там. X3, B3. Да, вот они помятый бампер. В общем, 900 тысяч рублей самый старт. А ещё есть Prius рестайловый от шестнадцатого года, если я не ошибаюсь. У них мне очень нравится передняя... А, есть Aqua кроссовер, но она очень новая, поэтому мы её не брали. Она стоит более миллионов. Вот они. Вот такая вот машинка. Очень интересная. Это рестайлинг Prius PHV от семнадцатого года. А, она битая. Что-то упало сверху. Так, ну, в общем, 2 миллиона йен нужно ставить на такую машину. Я вам просто посчитаю. Просто покажу, что есть, куда идут японцы. Так, вы посмотрите. Вот на центральную консоль. Вообще, это космос. Это маленькая Тесла японская. Вообще, молодцы. Пошки. Миллион двести шестьдесят семь. Она только стоит в Японии. Растаможить её стоит здесь не совсем корректные данные. Так, ребята, если вы взорвали свою свинью копилку и хотите купить Prius PHV, цена будет никак здесь не миллион девятьсот четырнадцать. Она будет, сейчас я вам скажу. Эта машина будет стоить миллион семьсот за вот такой вот Prius. По калькулятору вы не можете просчитать корректно данные в то. Здесь растаможка указана неверно. Она будет чуть-чуть ниже. Не буду объяснять видео, почему. Потому. Миллион семьсот вот за такого красавчика. Я видел их в России. Они продаются. Есть очень интересная машина. В Японии вообще на них заглядывался. Так, ладно, окей. Идём дальше. Mazda Accela. Mazda тоже делают гибриды. Но стоят они, конечно, караул. Я уже знаю, что они стоят караул. Это вот такая вот красотка. Если я не ошибаюсь, я не разбираюсь в левом руле. Это, по-моему, Mazda 6. Вроде бы. Хотя могу ошибаться. Такая вот симпатяга. Такой, ну, интересная машина. Всё равно интересная. Если нравится вообще дизайн. Если нравится Mazda, почему бы не взять? 930 тысяч. 2-х литровый мотор. Нормально вообще. Lexus ST200H. Следующая. Тоже интересная машина. Мне очень нравится. Но, честно говоря, почему-то люди её не жалуют. И я не понимаю, почему это очень интересная машина. Ну, нету такого спроса. Вот прям, что по ней звонят, спрашивают. Тем, кто не знает, это мотор 2ZR 99 лошадей. Это все те же самые технологии, что идут в Prius. И что идут в нохах рестайловых 80-х. В общем, ну, ещё есть бонусы по салону от Lexus. Это Label Lexus всё-таки, как-никак. Интересный дизайн. Вообще, очень интересная машина. И я знаю, они продаются в России ниже миллиона. Я видел. А можно ли завести данный аппарат ниже миллиона? Я уже вижу, что не завести ниже миллиона. А они беспробежные и есть. Миллион сто семьдесят. Как же их завезли ниже миллиона? Каким же образом? Давайте посмотрим пробег от 150. Ага. Миллион семьдесят три. Пробег 156. Вот один был такой лексарёк. Хорош, хорош. Четырнадцатого года. Миллион сто пять. Ну, как они его завезли и продают в девятьсот, там девяносто. Вот мне интересно, как. Ну, на основе предыдущего видео, я так полагаю, что это конкретный биток. Так, за девятьсот девяносто продавать сети двести нереально. Миллион сто минимум. Так, следующая машина. Так, лексус вычеркиваем, не привезти за миллион. Хонда Джейд. Нас просят сделать обзор, но пока у нас, к сожалению, нету в работе такой машины. Хонда Джейд. Так, кузов FR-4 нас интересует. Это тоже универсал. Хонда, как и с шаттлом, они поняли, что сейчас за масс-маркетом идет спрос. И поэтому они начали делать народные машины. Так, это вот такой вот симпатичный очень минивэн. Это, я думаю, посерьезнее, чем шаттл. Именно по дизайну, по... Видите, у нее вот есть столкновение там. Ну, в общем, такая хорошая машина. Красивая, более обтекаемая, чем шаттл. И она должна зайти нормально. 950. А что у нас? 3,5, 83 оценка. Ну, нормально. Б4. Ааа, смотрите, здесь мятина какая. Ааа, так, что же посмотреть? Ну вот, миллион. Вот она ровно в миллион должна зайти. 990 заходит Джейд. 990. Вот такая красивая тачка может стать вашей. Посмотрите, у нее там что-то на крыше еще. Блин, прям дизайн вообще космос. Вы посмотрите, что творит Хонда. Просто после Аккорда я прямо сейчас за Хондой слежу караул. Ну и последняя машина. Я до поездки в Японию не знал вообще то, что есть такой интересный автомобиль. И почему-то нам не звонили по нему. Сейчас мы будем покупать парочку. У нас есть уже депозиты на них. Это Toyota CENTA в 170-м кузове. И они заходят ниже миллиона. Вот такая вот машина. Кто не знает, у нее есть даже семеместные комплектации. В общем, интересно такое. Минивэн. Что-то минивэн, хэтчбэк. Что-то какой-то вот реальный гибрид. Ну ладно, давайте. Может быть кому-то, да. Но кто-то не боится так вот как я, да. И вот наши клиенты, которые взяли там вот Филдеров и ХБ, там 178 тысяч пробег. Так они не боялись большого пробега. Взялись и у них отличная тачка. Вот такой вот красивый, интересный футуристический дизайн. Там машина бы вышла бы 868 тысяч. А сама дешевая CENTA стоит сейчас за миллион такая на дроме. Ну, может я как-то плохо искал там. Я не знаю. Ну, вроде руки прямые. Я в этом деле сколько уже миллион сама дешевая. Давайте посмотрим. Ну, давайте, кстати, глянем. Конец видео. Получилось длинное видео. Но я думаю, оно полезным окажется для людей, которые присматривают гибрид. Ну да, я оставил. Видите, вот эти все варианты. Они битые. Вот это вообще какой-то. Ребят, ну что? Ну, смотрите. Я вот вам даю вот за такой вариант. А3 там что-то там. Я вам даю цену. Я вам даю цену. 868 тысяч. Вы посмотрите на дром за миллион. Вот. Но на 7-местное. Ну, ладно. Окей. Я вам за 5-местное даю. Цена на 150 тысяч ниже. Давайте посмотрим четверку оценку. 46 тысяч пробег. Цвет кузова какой-то интересный. Очень белый салон. Прям белый. Белый салон. И эта малышка бы вышла бы 800. Ну, 900 тысяч. Четверка оценка. 46 тысяч пробег. Вот такая вот красавица. Вышла бы 900. Зачем вы покупать на рынке? Такая вот беленькая. Миллион тридцать и семь. На черном салоне. О, 63 тысячи пробег. Р-ка замененная. Так, что у нее? Одна часть это капот. Окей. Какая цена была бы? 936. В общем, до миллиона можно реально взять очень хорошую Сиенту. Даже ниже 900 тысяч рублей. В общем, звоните. Продадим вам. Внизу вы можете найти время на каждую модель, которую сегодня я считал и показывал вам. Ребята, в общем, получилось вот такое видео. Да, оно очень длинное. И это только гибриды до миллиона. А еще есть более старшие модели. Это автобусы. Это всякие харьеры. Это есть и черы, сай, крауны. Там еще бы мы сидели бы, наверное, минут 40, час и смотрели бы эти машины. Но по ним будет отдельное видео. То есть какой-то более старший сегмент, более дорогой. Ребят, в общем, с наступающим вас Новым Годом. Если вы планируете себе купить гибрид, то не упустите возможность также вместе с гибридом, хорошим, качественным автомобилем, забрать еще и годовой запас масла от компании Сферакар. Это будет наш новогодний подарок. И, возможно, акция будет также действовать еще и в январе. И даже заказывая автомобиль в январе, вы также заберете это масло, которое вот такое сделано японцами для японских машин. Ребят, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Еще будут подобные подборки автомобилей, онлайн-просчеты. Вот, если вы не увидели гибрида, который вам нравится, либо вы хотите, может быть, пробег побольше, может быть, комплектацию, рестайлинг, рестайлинг, что-то там, вот, поиграться. Вот, с ценой у вас там есть, там, 700 тысяч рублей, что мы посоветуем вам купить. Либо у вас есть более-больший бюджет, более миллиона и что-то гибридное, праворукое вы хотите из Японии, то звоните, пишите нам вопросы. Также можете написать под этим видео, вот. В общем, жду обратной от вас связи. Не судите строго, получилось вот такое вот видео. Пока. В свежевыданном таможне ПТС Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Компания «Сфер Кар»